Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что так? Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день, уважаемые слушатели. Начинается программа «Встретились, поговорили». Ольга Троицин с нами на прямой связи, коуч. И вот мы сегодня поговорим на очень интересную тему. Здравствуйте, добрый день, Ольга. Добрый день. Вот насколько я смотрел, изучал, что такое коучинг, везде пишут, что это метод тренировки, который помогает обучающемуся достичь некой жизненной профессиональной цели. И, как правило, это сфокусировано, ну, предполагается, что это люди, которые ищут каких-то профессиональных целей для того, чтобы найти скрытые резервы, внутренние ресурсы. А если мы говорим про коучинг для подростков? Вот здесь совершенно такая неожиданная тема, ну, для меня, во всяком случае, потому что у меня как будто бы это не какой-то разрыв происходит шаблона. То есть вроде бы у подростка, скорее всего, нет каких-то… Ну, это как раз тот возраст, когда еще человек даже не знает, не может определиться с тем, чего он хочет достичь. У него, в принципе, еще вот все дороги как будто бы открыты, но, с другой стороны, это и проблема, потому что он может даже не понимать, гуманитарий он или, наоборот, психнарь, какие области знаний его привлекают. Чем тут может помочь коуч вот сразу? Ну, во-первых, вы правы по поводу того, что у подростков еще не всегда такая ясная картина мира, чего же они хотели, во всяком случае, в долгосрочной перспективе. И тут, правда, может показаться, что коучингу еще как бы рановато, да, идти коучем. Скорее, это могут быть какие-то менторы или наставники в определенных, например, профессиях, которые могут как-то помочь. Но я тоже готовилась к эфиру. Наверное, час точно я этому посвятила. Долго думала, как правильно начинать, может быть, рассказывать эту информацию, чтобы не было какого-то хаоса, да, а вот была какая-то структура, и более-менее мы по этой структуре могли бы пройтись. Я бы предложила использовать коучинговый инструмент «Колесо баланса». Я знаю, что очень многие знают, что такое «Колесо баланса». Используют его не только в коучинге, сейчас, по-моему, и психологи используют. И, в принципе, если вот почитать литературу, в конце года можно подводить итоги, можно планировать следующий год по «Колесо баланса». Что это такое? Наша жизнь состоит из секторов. Самое простое – это здоровье, работа, деньги, хобби, семья, путешествия. И вот относительно подростков, как это работает коучинг, например, по «Колесо баланса», и как наилучшим образом мы можем понять своего подростка. Я сама мама двух подростков. У меня младшему 12 лет, старшему 17. То есть я в самом эпицентре событий. И, в принципе, я не только в теории, но и на практике. Не знаю, о чем я говорю. Для начала, наверное, мне очень нравится теория и вообще понимание того, что быть подростком – это самый сложный период в жизни каждого человека. Если мы возьмем младенцев, вообще прекрасно. Лежишь, плачешь, все вокруг тебя бегают, все это все досрываются, отменяют свои планы только потому, что у тебя там немножко поднялась температура или где-то ты как-то что-то не так сделал. Точно так же и маленькие дети. Садики, развивающие занятия. Родители очень много времени тратят на них, чтобы их как-то развлечь, их развить. Делают уроки в школе. И что происходит, когда дело доходит до подростков? Тут многие родители решают, что уже взрослый человек, уже сам все знает, поесть может, добраться до школы может, уроки сам уже точно сделать может. И тут он как бы получается брошен на волю судьбы, что дальше выплывай сам. А куда выплывать – непонятно. Потому что нет ни работы, ни профессии, ни денег для того, чтобы ты был полноценной самостоятельной личностью. Ты все-таки еще полностью зависишь от родителей. И это как раз тот период, когда денег нет, обязательства и требования огромные. Ты всем должен. Ты должен утром встать, погулять с собакой, почистить зубы, сделать себе завтрак, убрать свою комнату, хорошо учиться. Всем должен. А родители получаются уже, ну, все лучшее мы тебе уже дали, все, дальше мы уже занимаемся там или своей карьерой, или своими влачными детьми. И вот исходя из этой позиции, что бедным подросткам не так-то просто жить, мы можем даже посмотреть, как это выглядит по колесу баланса. Например, если мы возьмем современного подростка, например, здоровье и спорт. Что с этим? Что касается здоровья? Очень сложно. Гормональные изменения. Внешность прямо-таки не всегда еще такая, которая будет потом. И бедный подросток не понимает, как же он будет выглядеть в 20-25 лет, потому что тело меняется, руки-ноги длинные, все это несуразное. Он это сильно переживает. Если мы возьмем, даже сравним со взрослым, который переживает недостатки своей внешности, и мы знаем, насколько это является проблемой, то что делать бедному подростку без поддержки? Дальше спорт. Я знаю, что половина точно подростков спортом не занимается, потому что либо они уходят в отказ, мне ничего не нравится, если тебе 14 лет в какой-то завод, в качалоку или в спортзавод, я думаю, что еще не пускают, потому что тело не сформировалось. То есть нужно искать какой-то спорт. Что опять спорт? Если родители заняты чем-то, возить на спорт непонятно тоже, как ребенок будет добираться. И в какой момент происходит вот это вот выпадание спорта из жизни ребенка? Ну, а это ответственность родителя. То есть бедный подросток или ребенок тут вообще ни при чем. Это в какой-то момент родители решили, ай, наверное, не надо. Или он не хочет. Ему интереснее играть в компьютерные игры, чем тратить час туда, час обратно на то, чтобы, например, поплавать в бассейне. То есть уже даже со спортом и со здоровьем уже как бы есть вопросы. Если мы идем дальше. Что касается характера. Мы считаем, что подростки, они очень колючие. Они все закрытые, они огрызаются и так далее. Тут мне нравится тема сепарации. Вот я для себя это так объяснила, и мне стало даже проще, что подростки становятся неудобными и колючими, потому что они готовятся к переходу от родителей во взрослую жизнь. И чтобы это не было так больно, потому что если у вас с ребенком супертеплые отношения, вы с утра до вечера вместе общаетесь, ну как ребенок может уйти из дома и начать самостоятельную жизнь? То есть, конечно, ему хорошо, тепло и комфортно с вами. И вот этот вот колючий период, это как раз переход. То есть родители уже ждут, не дождутся, когда же он наконец-то или уедет в общежитие, или уедет в какую-то страну учиться, но потому что уже невозможно, прокормить невозможно, да, уже хочется, чтобы он начал самостоятельную жизнь. Соответственно, вот, пожалуйста, это идет как по формированию характера. Дальше. Работа и доходы. Если мы идем, опять-таки, по колесу. Со взрослыми все понятно. Работа зависит от тебя, от твоих профессиональных навыков, от твоего выбора и точно так же доходы. Что у подростков? Тоже вопрос, как и со спортом, очень интересный. Есть подростки, которые с 14 лет работают. Зачет родителям и системе. Да, я как раз вчера готовилась к эфиру, вспоминала, как я училась в школе, по-моему, с 14 лет, если не раньше, у нас были летние лагеря. Да, и я помню, ира-барбар мы собирали, там за какие-то копейки звездочки у нас, какие-то кружки были. Потом мы чистили территорию города. Я помню, за все это платили какие-то небольшие, но деньги. Это можно организовать, да, действительно, для подростков такие вот занятия. Да, куда это все пропало? То есть раньше этим занималась школа. Это не родители бегали мне, искали, где бы договориться со знакомыми, чтобы ребенок вытирал пыль с ящичков, или помогал крутить. Супер, если у родителей есть контакты, начиная от сервисов и заканчивая какими-то магазинами. Но не всегда у родителей есть такие связи, чтобы ребенка пристроить, ну, даже хотя бы месяц летом, чтобы он поработал. Когда ребенок работает, что происходит? Формируется финансовое и денежное мышление. Ребенок понимает, каким образом деньги достаются, каким трудом, и как надо жить, и как надо работать, чтобы за свою работу получать больше. Чтобы не работать 8 часов в магазине и получать минимальную зарплату, а чтобы работать, не знаю, там 4 часа и получать максимальную. Уже с 14 лет начинает это закладываться. Те дети, которые не работают летом, или не работают вообще, или их не научили, не дали возможности зарабатывать свои деньги, и если вдруг, не дай бог, они приходят к концу университета просто с теоретическими знаниями, то есть школа плюс университет, и родители их все это время, естественно, содержат. И они выходят в большой мир вообще с условным пониманием, как же эти деньги зарабатываются. И тогда им кажется, что после университета они должны получать сразу много. Потому что столько времени они учились, и они пришли в банк, или они не понимают, как им будут платить 300 евро в месяц. Да вы что? Я столько учился. Я хочу сразу 800. А посмотреть, что люди, которые работают, давно получают такие деньги. И тут дальше тоже идет абсолютный перекос в жизни подростка. То есть на меньшее он не согласен. Его родители растили в таких приятных условиях. А на 800 ему никто не платит. И получается дальше тоже как бы сложная история. То есть, соответственно, подростки в идеале 14-16 лет задача родителей организовать им доход. Не просто давать деньги на обеды и так далее, а чтобы дети сами научились эти деньги зарабатывать. Если мы идем дальше, по поводу видения жизни. Тут это то, с чего мы начали. Они сложно, правда, видят перспективу. Вот я вот стану врачом и буду 20 лет потом работать там в какой-то определенной больнице. Подростки и дети чаще всего могут сравнить сегодняшний день со вчерашним днем. И сравнить свое сегодняшнее состояние со вчерашним состоянием. Сегодня лучше или хуже. В школе оценка сегодня лучше или хуже. Я предмет освоил. Лучше или хуже. И вот в таких категориях с ними общаться можно. Да, но получается, что они не могут представить себя через какое-то, через 10, через 5 лет те цели, которые они хотели бы поставить и которые хотели бы достигнуть. Но тут даже я со взрослыми сейчас у меня как бы есть клиенты на сессии, которые тоже, они хотят быть успешными, но как ты можешь сказать через 5 лет, где и в какой области, если ты еще в поиске. И у меня тогда есть правило, что делай сегодня просто все на 110 процентов и ты станешь успешным. Потому что ты гораздо быстрее поймешь, что ты хочешь. То есть, если ты сегодня там занимаешься математикой, но сделай не 10 заданий, которые тебе задали, а сделай 12-13, сделай хорошо. Если ты делаешь какую-то работу, не знаю, там комнату свою убираешь, но убери чуть больше, протри, например, плинтуса, не только вот стол, который мама сказала протереть. И таким образом ты закладываешь в себя привычки делать чуть больше, и тогда ты гораздо быстрее придешь туда, куда ты захочешь прийти, когда у тебя будет понимание, у тебя будет уже развит навык каких-то достижений. А то, что касается выбора профессии, у меня даже есть курс на эту тему, там очень интересная система, там дается на выбор, что ты хочешь, что ты не хочешь. Это гораздо проще. Не то, что вот ты будешь юристом, что такое юрист, ребенок до конца не понимает. А там дает огромное право выбора, где бы ты хотел работать, например, просто чисто территориальное место. Это может лес быть, это офис, это там даже смешно баня, конюшня, еще что-то. И ребенок на данном этапе, он хотя бы понимает, где он хочет работать. Он понимает, что у него папа и мама ходят в офис. Ну, например, ребенок был в офисе, мама, как я там, бухгалтер, например, ему не нравится, он не хочет сидеть в маленьком кабинете, где три человека делают что-то грустно на компьютере. Он понимает, нет, я так не хочу. Но он, например, приезжает в архитектурное бюро, ему нравится эта атмосфера. И формирование вот этой будущей профессии уже даже может произойти оттуда, от того, что он побывал в этом месте и ему понравилось. Или точно так же, если ты работаешь с животными, ты можешь быть в зоопарке, ты можешь быть в ветеринарной клинике, ты можешь работать, ухаживать за лошадьми. Если ты понимаешь, что тебе это нравится, тебя туда тянет, значит, нужно прорабатывать вот эти какие-то вещи. То есть не надо строить планов, когда у тебя нету базы какой-то. Ты просто все усложняешь. Как я говорю, нереальные цели, они демотивируют, не мотивируют. Не может быть так, что родители начинают давить на подростка. То есть обычно родители пытаются вылепить из своего ребенка или копию себя, или другой еще, может быть, худший вариант, то, что они мечтали бы, но что с ними не случилось. Ну вот я мечтал стать, вот ты должен осуществить мою мечту. А у ребенка могут быть совершенно свои какие-то пристрастия, цели абсолютно не совпадающие. Кстати, чаще всего так и бывает. И это вообще какая-то феноменальная история. И я как раз тоже и с клиентами, и столько, сколько я смотрю эфиру, слушаю успешных людей, я бы сказала, это процентов 70 так и было. Когда папа, юрист, мама, юрист, ребенка отправляют на юридический, а он мечтал стать врачом, а чтобы стать врачом, надо, безусловно, вложить какую-то энергию, то есть брать каких-то дополнительных репетиторов. Это предметы, которые родители явно не знают, биология, химия и так далее. Зачем? Когда можно... И потом ребенок, закончив университет, самое ужасное, если он еще какое-то время работает юристом, мучается, понимает, что это не его, соответственно, он получает свои естественные травмы на работе, потому что ты работаешь плохо, тебе платят мало, тебе еще за это выговаривают, и ты чувствуешь себя никем, и потом нужно найти силы для того, чтобы это все поменять. Для взрослых коучинг тут работает, конечно, идеально, потому что, как правильно сказали, коучингом про ресурсы, то есть этого ребенка человека возвращают в начальную точку, когда он хотел быть этим врачом, и выстраивают эту систему, как же попасть в эту медицину, потому что мечта-то осталась, пусть не врачом-хирургом, где ты можешь 10 лет отучиться, но ты точно можешь быть или в медицине, или около медицины. Почему родители это делают? Опять-таки, есть хороший принцип коучинга, что у всех позитивное намерение, то есть родители думают, и они же хотят, как лучше, но точно родители зла не желают своим детям, но почему они проецируют, им кажется, что они могут проецировать это на своих детей, это большой вопрос, скорее всего, что их родители проецировали это и на них, и возможно, что их родители точно так же отправили их работать на завод инженером или бухгалтером, потому что мама была бухгалтером, или мама была учитель, то есть и они свою жизнь прожили так, как хотели их родители, и либо они не знают других методик, да, либо это наиболее простой путь, сделать с ребенком то же самое. И тут кому еще к коучу надо идти, подростку или родителю, чтобы перестал перекладывать свои сверхожидания. У нас есть звонок, здравствуйте, добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Игорь, у нас такая ситуация, у нас сына 14 лет, и вот у него сегодня хочу, завтра не хочу, и вот у него так какое-то увлечение у него появляется, через какое-то время оно пропадает, и вот реально, как бы не знаем, что идет в этой ситуации, вроде все идет в цели, потом раз, резко обрыв, не хочу. И что сделать, даже не знаю. Спасибо. Да, ну вот такая ситуация. Есть новость хорошая, подросток что-то хочет, потому что я вижу, и чем дальше, тем больше, что дети ничего не хотят. Да, я тоже пытаюсь понять, что и почему, если подросток хочет и пробует, я вижу в этом, кстати, больше даже позитивного, чем негативного, если он пробует, ему не нравится, он бросает, пробует что-то новое, это здорово. Через это он будет получать какой-то опыт и придет к какой-то конечной цели. Что бы я порекомендовала сделать как родителю, и то, как я обычно со своими детьми, мне кажется, очень хорошая система, прежде чем бросить что-то, что ты начал, ты должен прийти и сказать, что ты нашел что-то лучшее. То есть ребенок не должен уходить в пустоту, он начал заниматься спортом, например, бегом, месяц он побегал, сказал, нет, все, бегать я не буду и засел дома на месяц. Я всегда говорю, если не нравится бегать, вообще не вопрос, сразу придумай, чем ты начнешь заниматься другим. Плавание, классно, чтобы не было вот этих вот провалов. И если не нравится и ребенок что-то забросил, мне кажется, важно родителю проговорить, почему, потому что это же формируется характер. Он бросил это, потому что у него быстро ничего не получилось и он не получил какого-то суперрезультата и поэтому все, он передумал этим заниматься. Это не есть хорошо, потому что в дальнейшем с этим будет сложно. Получается, от любой задачи, которую от него будут ожидать, он будет быстро это бросать и переключаться на что-то другое. То есть просто с ребенком переговорить и вывести на более стабильное понимание вот это вот что-то начать, что-то попробовать, делать это с выводами. Вот я бы так посоветовала. Потому что есть, по-моему, даже такое правило, говорят там, ты тысячи раз или то, что ты сделал тысячу раз становится на автомате. И я, кстати, вот когда читал мемуары Кита Ричардса, гитариста Роллинг Стоунс, меня поразил один момент. Он говорит, вы думаете, что мы, когда были молодыми подростками, только там, не знаю, пили, гуляли с девочкой, мы сидели сутками, пытаясь скопировать с пластинок чужие произведения. Говорит, мы тысячу раз отыграли вот эти песни, пока они стали у нас классно получаться. У нас просто не было времени на все развлечения. То есть, ну вот это говорит о том, насколько, ну вот, наверное, когда есть цели, когда человек идет к ней осознанно и жертвует чем-то другим ради нее, то она обязательно получается. то тут важно, да, понять, что надо чем-то жертвовать. Современное поколение ничем не хочет жертвовать, хочется все сразу, быстро, много, миллион в лотерею, да, Теслу и все, да, и быть блогером, как мы говорили. Поэтому тут надо немножко, и в этом тоже, кстати, есть сложность, потому что вот есть много людей от 20 до 30 лет, которые до сих пор живут в том, что сейчас быстро у меня что-то получится, да, то есть уже 25, уже 30, быстро ничего не получилось. Те, кто работали 10 лет вот университет, середина университета и так далее, потихонечку строили свою карьеру, за 10 лет они реально достигли результата, к 30 годам они топ-менеджеры и все. А есть, которые до сих пор вот ждут, вот я сейчас быстренько какую-то найду работу, быстро там нарисую, быстро я буду дизайнером, быстро сделаю сайт, и к 30 годам быстро ничего не получилось, да, и вот тут тоже такой интересный момент объяснить, что быстро, это все в кино, это монтаж, да, сделайте мне монтаж, вот, это все красиво показывают на картинке и пишут в книжках, а если почитать правда в биографии, это огромная работа. Ну вот мы по поводу этого колеса баланса, там что-то еще осталось? Да, например, отношения, да, любовь и отношения тоже. Сейчас в мире онлайна, как это будет, не знаю, я тоже изучаю как бы будущее отношений, и к сожалению, про наше будущее вообще пишут то, к чему мы привыкли, и уж тем более наши родители, этого практически не будет, да, что отношения меняются, они трансформируются, и тут не только мальчик-девочка, мальчик-мальчик, девочка-девочка, будут отношения вообще и с неодушевленными предметами, то есть я не буду вдаваться в теории, кому надо, кому интересно, он может почитать, это правда все есть, и виртуальные отношения, да, с этими шлемами, со всеми, и скелеты, не скелеты, которые дают эти ощущения, да, то есть я думаю, что через 10 лет вот таких вот классических, олдскульных отношений не будет, да, и наши дети, вот эти вот подростки, они на самом деле находятся на переходе, да, и те, кто останутся еще ретро-романтиками, в том понимании, как мы это знаем, это вообще будет хорошо, да, мы не говорим уже про смешение народов, да, и про то, что дети уезжают в разные страны, и там совершенно вот это вот, как бы, отстроят отношения, а наши родители, бабушки, дедушки вообще не поймут, если ты построил отношения, да, с кем-то другой расы или другой национальности, то есть все это очень сильно меняется, и, конечно, они должны адаптироваться к этому миру, потому что они этот мир будут выстраивать, да, и это все сложно, плюс вот эти вот социальные сети, плюс сейчас бесконечный онлайн, когда ты со всеми общаешься только либо параллельно в игре, как сейчас, говорит, у меня там старший ребенок говорит, ой, у меня друг из разных стран, мы играем параллельно, общаемся, я все про них знаю, как они живут, как они учатся, но они никогда в жизни не встретятся, я думаю, да, эти люди, мы такого и не представляем, то есть как можно дружить с человеком, который ты никогда не видел и не увидишь, а они это представляют, для них это реальность, да, и поэтому отношения с родителями, тут у меня там целая как бы рекомендация была, да, как можно быть родителем, коучем, тут тоже очень важно, и родители, к сожалению, да, все абсолютно, мы любители всяких фраз, будешь плохо учиться, даже в дворнике не возьмут, будешь плохо делать, что-то кому-то такое нужен, или посмотри на себя в зеркало, у тебя там избыточный вес, слава богу, если вообще кто-то на тебя посмотрит, то есть мы так конкретненько работаем над занижением самооценки наших детей и подростков, причем работаем методично. Но, тем не менее, вот подросток, его проблемы, вот отношения, а, у нас есть еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот вы все время говорите о работе с ребенком, о навязывании чего-то ему, а я уже пожилой человек, и в жизни знаю, что самое главное для ребенка это определить его талант. У каждого человека есть свои особенности, есть направление, в котором он лучше других, и очень важно выявить в ребенке то, к чему он способен. И дальше, если его направить в этом направлении, то он, конечно же, будет более успешный. Да, спасибо. Ну, я не совсем понял, в чем заключался вопрос, то есть, я, может быть, его даже переформулирую. Вот говорят о том, что коуч не обязательно должен быть иметь опыт в сфере, в которой занимается его клиент, то есть, должен ли быть вот коуч, который работает с подростком, детским психологом, понимающим вот все тонкости детской психологии? Ну, я думаю, что коуч и детский психолог это вообще две разные профессии, да, и работая с детским психологом, в каждой школе есть детские психологи, это обязательно, и я знаю, что они работают, работают активно, это совершенно другая история, да, коучинг для подростка, он больше, вот, то, что я предлагаю для подростков, я предлагаю, это развитие как раз финансового, денежного мышления и выбора профессий, то, что сказал только что звонивший, золотые слова, очень правильно, но он человек вот очень важный того возраста, сейчас родители в шоке, потому что нельзя, очень сложно сейчас понять, какой талант у твоего ребенка, да, потому что кто-то начал вкладываться в спорт, когда ребенку, например, было 5-6 лет, да, и просто он занимается этим спортом 10 лет, будь это хоккей или теннис, есть у него к этому талант, ты в 6 лет еще не понял, то, что он этим занимается, он явно это делает хорошо, то, что мы говорили, талант какой-то, я не знаю, если он и есть, например, там будущий врач, да, это редко очень случается, когда у детей в 14-15 лет уже проявляется их истинный талант, который ты можешь развивать, я, наверное, по своей, вот как бы по статистике, что 90% детей, да, они могут быть успешны в каком-то предмете, да, у них, например, там хорошо дается математика, или они там прекрасный гуманитарий, да, но то, что он прекрасный гуманитарий, это талант к чему? Это к журналистике, это история, это филология, то есть куда дальше направлять, да, и вот тут обычно это сложность, и поэтому вот этот вот выбор профессии по комплексной системе, потому что опять-таки в школах, я знаю, что есть даже отдельный человек, который занимается вот этой вот профориентацией, да, я тут недавно как раз разговаривала с друзьями, коллегами, у которых есть огромное количество тестов, через которые они тоже полупсихологические, можно понять, к чему у ребенка склонность, и сейчас родители, вот у кого вот дети такого возраста, они, в общем, очень сильно озадачены, как это раскрыть, и куда этого ребенка двигать, да, и там, например, тот же самый, там, торговля или маркетинг, это какой должен быть талант у ребенка, да, для того, чтобы его как бы отдать в эту сферу, но очень сложно, то есть, ну вот с юристом попроще, да, бухгалтер вообще такая условная профессия, будет ли она в будущем, да, сейчас еще тоже очень важно, мы тоже когда работали с родителями, как там, девочки мечтают быть, например, там, или дизайнером, да, одежды, а все говорят о том, что в течение 5-6 лет, это точно будет искусственный интеллект, 3D принтеры, ты будешь все свои коллекции выбирать в интернете, просто хочу юбку, у тебя миллион вариантов, да, и просто где-то там в Китай, или где-то эту юбку отшили, она к тебе пришла, то есть, дизайнер станет такой на уровне, не знаю, художника или скульптора уже профессии, то есть, он будет создавать произведения искусства, да, все, этих профессий больше не будет, и это тоже надо иметь в виду, когда ты ребенка отправляешь учиться, да, насколько эта профессия будет актуальна через 10 лет, да, а сейчас меняется все, и профессия может быть прям даже рядом не актуальна, да, и в принципе меняются все профессии, начиная с архитектуры и заканчивая, там, то же самое медициной, когда роботы делают, да, вот эти вот точнейшие операции, то есть, сейчас вот, ну, нету такого прям понимания о том, как вот легко сказать, что ты будешь врачом, ты будешь, ты будешь, не знаю, бухгалтером, ну, да, и опять-таки, ведь даже если вот у ребенка есть склонность к музыке, он там хорошо играет на музыкальном инструменте, опять-таки, ну, не все могут стать там вторыми, там, ну, условно говоря, граппели, там, ну, вот, или Джошуа Беллом, который там играет на трубе, и вот хочет ли ребенок, скажем, быть второй скрипкой в оркестре, вот, ну, смириться с тем, что вот его уровень, его жизнь будет, вот, он всю жизнь проживет, но не станет солистом, он будет играть в оркестр, хорошем может быть оркестре, но он не сможет собирать концертные залы, быть вот на виду, как яркая творческая единица, то есть вот это ведь тоже очень такой, ну, сложный момент. Точно так же и со спортом, да, кто детей готовит в профессиональный спорт, точно так же, сколько теннисистов известных мировых, да, и все остальные, денег и времени огромное количество, то есть ты должен понимать, что будет после тенниса, то есть ты будешь тренером, да, или ты там, как бы заработаешь каких-то денег, уйдешь в околоспорт, там, в какую-то медицину, это очень сложно, да, поэтому наша задача, мне кажется, как родителей, довести, во всяком случае, в лучшем виде до университета и дать, ну, какое-то профессиональное образование, то, которое ребенок хочет, не мы для него хотим, а услышать ребенка, сделать по максимуму для него, а дальше после университета уже на самом деле он будет разбираться, да, куда он идет, что он делает, и сможет уже позволить сам себе и психолога, и коуча двигаться в своем направлении, да, мы же тоже не будем всю жизнь нести за него ответственность, ну, вот хотя бы до конца университета, наше участие, конечно, необходимо. И по колесу, если мы еще там буквально чуть-чуть осталось, саморазвитие, да, для подростка саморазвитие, это вообще кошмар, потому что есть школа, есть уроки, этого более чем достаточно, и зачем мне еще читать книжки или пытаться освоить какую-то профессию или вникнуть в какую-то профессию, узнать о ней, когда я лучше отдохну на каникулы, да, и вот этот тоже момент очень сильно зависит от родителей, насколько сами родители занимаются саморазвитием, читают книжки и показывают собственным примером, ходят на какие-то тренинги, семинары, вебинары, да, то есть постоянно занимаются своим развитием, тогда дети смотрят, они это понимают, а когда родители приходят с работы, ну, покушали и все на этом, да, то, конечно, побудить подростка и сказать, нет, ты должен идти заниматься, развиваться, читать книжки на трех языках, как минимум, да, русский, латышский, английский, но тут тоже такая довольно сложная история, ну, и плюс очень важная вещь, мне кажется, это благотворительность, но это тоже все зависит от семьи, да, если это у ребенка, это может быть не обязательно куда-то, я не знаю, ездить в больницу или в дома престарелых, это можно помочь элементарно соседке, да, и ребенку сказать, что вот у нас есть соседка, принести, сходить в магазин, принести и хотя бы продукты, да, или, ну, сделать какие-то элементарные вещи, позвонить или поддержать, точно так же мы ездили и в приюты для животных, хотя бы иногда выгуливать, да, животных, чтобы посмотреть, какая это реальная жизнь и как ты можешь помочь, потому что если есть руки, ноги, голова, ты помочь можешь 100%, да, и тут нету никаких даже, не знаю, мне кажется, причин, чтобы этого не делать, я хотела рассказать, что я сама лично работаю в организации Go Beyond, очень классная, она для подростков, это 18 до 23 лет, где как раз развивают вот в этом поколении лидерские качества, я работаю как коуч, и в рамках этой программы они работают с социальными организациями, почему я это говорю к теме благотворительности, социальные организации, которые занимаются либо, я даже не знаю, кражей людей, да, либо тоже там, наркоманией, то есть совершенно такие сложные социальные темы, в которых этих детей, по сути, погружают, и они должны вникнуть, как работает организация, чем они могут помочь, и через это в них воспитываются эти лидерские качества, мне кажется, это очень-очень круто и важно, и дети, естественно, сами идут сознательно в эту организацию, проходят конкурсы, чтобы их взяли, и там полгода с ними работали, да, есть ли вот в школах, например, вот сейчас в школах, то, что, ну, когда-то, вот условно говоря, в советское время, там же было огромное количество, ну, вот такой общественной жизни, там вот как раз-таки дети проходили вот эту школу лидерства, потому что нужно было организовать одноклассников, не знаю, сбор металлолома, или там какие-то еще другие вещи, там, например, подтянуть отстающих, то есть там, ну, то есть была такая вот, ну, бурлящая просто вот социальная жизнь класса, где, ну, вот у детей начинали проявляться вот какие-то организаторские способности, лидерские задатки, и это, ну, постепенно вот ковался характер. Вот, кстати, и ровно про эту тему я тоже как раз вчера думала, и про вот занятость летом, и вот про эту общественную деятельность, это же было, и это было здорово, но это организовывало государство, это же не школа, да, это было как бы повально, и точно так же, мы макулатуру собирали, я помню, да, там сколько ты соберешь, мне кажется, мы даже по квартирам ходили, собирали, то есть как-то заранее, есть ли у вас эти старые книжки, это было правда здорово, то есть мы были социально активными, и плюс, мы приносили пользу, да, и сейчас, вот смешно, через статистику вакцинации, да, только что выложили, какое количество людей, да, сколько у нас пенсионеров, какого возраста, там про подростков не было, поскольку они явно в прочие идут, да, с июля месяца, то есть посмотреть статистику, и там какое-то, ну, огромное количество, на самом деле, тех же самых пенсионеров, да, и почему не организовать детей и подростков для какой-то помощи этим же пенсионерам, да, то есть объединить эти социальные слои общества, и тут даже особо денег на это не надо, да, просто ты должен запускать какие-то программы, по сути, как это сделать, но вот я тоже не понимаю, потому что было, правда, здорово, то есть большую часть основных каких-то навыков мы брали из школы. У нас еще один звонок сразу, здравствуйте, пожалуйста. Добрый день, у меня такой маленький вопросик, когда вы только что говорили об организации, в которой вы состоите, и вы сказали о подростках, и сказали возраст от 18 до 23 лет, вы ошиблись, или вы действительно считаете, что подростки у нас от 18 до 23 лет? Спасибо. Спасибо. У меня сын 17 лет, он подросток. Я просто знаю, что если к 17-18 годам родители с подростками от 12 лет, мы их вырастили такими, какими мы хотим видеть, то потом они идут в эту организацию. Но в этой организации, например, за год сбирается 13 детей. Какое у нас количество подростков от 12 лет в стране? Наверное, гораздо больше. То есть это, я говорю, как бы конечную, наверное, ту цель, куда классно, если пришли подростки. А если мы говорим 12 лет? Вопрос был в другом, как раз что с 17 до 23. Не получается ли так, что сейчас немножко у нас сдвигаются и сроки жизни, но учитывая, что люди живут дольше и, может быть, входят во взрослую жизнь сейчас позже, чем уже более ранние поколения? Потому что мы все помним, в каком возрасте Гайдар командовал полком. И когда уже люди 18, 19, 20 лет, они считались уже взрослыми людьми, сейчас до 23 лет еще продолжается как будто бы период обучения. И вот получается, что люди начинают взрослеть медленнее, чем раньше. Вот в этом был, наверное, вопрос. Ну, видите, есть как бы то, что написано в книжках. Я скажу за себя, я считаю, вот от 12 до, наверное, да, пока там ребенок, если он живет с родителями, ребенок, молодой человек, не закончил университет до 22, я бы, правда, считала подростком. Конечно, мы можем там жесткую градацию от 12, там, не знаю, до 16, это подростки, или там до 17, от 17 молодые люди, но по сути, мне кажется, пока они учатся, и пока мы за них несем ответственность, вот для меня лично они подростки, и поэтому я включила всех в эту категорию, вот лично, вот в сегодняшнем нашем, да, эфире, от 12 до 22, да, у каждого есть свои какие-то моменты, но по сути, вот для меня это вот так. Ну, вот у нас буквально осталось минутки 3-4, вот если подводя итоги, вот чему может научить вот сам процесс, вот коучинг подростков, что, какие навыки они могут приобрести, и почему это им нужно? Ну, как я уже сказала, лично я, как коуч, предлагаю развивать денежное финансовое мышление, там целая система есть, да, это получение дохода, видение возможностей, и вторая часть, это выбор профессии, то есть по сути, все, что связано с финансовой как бы частью, но я бы очень советовала до коучин посмотреть со стороны родителя, да, что родители могут использовать коучинговый подход в общении с подростками, чтобы, как я это вижу, то есть, во-первых, сменить позицию восприятия, потому что в большинстве своем мы все-таки с детьми общаемся с высоты своего птичьего полета, да, я старший, я все знаю, да, и если мы возьмем как позицию коуча, то коуч позволяет делать выбор и ребенку, и своему клиенту, да, то есть мы не навязываем свою точку зрения, а мы позволяем ребенку тоже иметь какое-то свое мнение, помогать детям, когда они просят, но не навязывать свою помощь, то есть почему обычно тоже случаются конфликты, да, то есть ребенок еще не попросил, а родители уже 10 раз о чем-то сказал, да, или он поможет, или он что-то сделает, дальше вместе искать решение, а не вместо ребенка, это тоже важно, если проблема в школе, или мы бежим за ребенка, решаем эти проблемы, звоним учителям, пишем, встречаемся, ребенок сидит дома и лопает корн довольный, да, либо мы говорим о том, что ты получил плохую оценку, давай-ка ты сам будешь писать учителю, ты сам будешь с ним разбираться и сам решать, а я тебе помогу составить письмо учителю, чтобы оно было более, как бы, грамотно, дальше очень важно ценить ребенка как личность, и неважно, это подросток, если мы его будем ценить как личность, значит, он сам себя поверит, и остальные будут его ценить как личность, да, это, и, а если мы его считаем маленьким ребенком, за которым надо еще бегать и ухаживать, неважно, до скольки лет, соответственно, он тоже себя будет точно так же воспринимать, дальше, поддерживать в его решениях, а не запрещать, и если мы с чем-то не согласны, мы должны объяснить свою позицию, потому что очень часто мы говорим нет, потому что нет, ребенок спрашивает, ну почему я не могу там сейчас пойти с другом погулять, я сказала нет, так проще, что нет, почему нет, с нашим поколением это проходило, сейчас у детей это не проходит, ты объясни, потому что я волнуюсь, потому что на улице темно, потому что нам там через час надо сделать какие-то другие задачи, ребенок должен понимать наш ход мыслей, чем больше мы будем это объяснять, тем тоже им проще будет выстраивать свои какие-то логические цепочки, потому что они точно так же и вам потом отвечают, когда ты говоришь, пойди вынеси мусор, нет, почему нет, потому что я сказал нет, и мы удивляемся, почему это мы сказали вынести мусор, а ребенок нам хамит, ну так потому что мы ему точно так же говорим все время, нет, потому что нет, и конечно поощрять ответственность, это очень важно, как только ребенок берет на себя ответственность, мы должны это отмечать и его за это хвалить, потому что его ошибки – это его опыт, и сколько даже я вижу, сколько бы мы ни рассказывали, о чем-то ни предупреждали, все равно они идут своим путем, они делают эти ошибки, о которых мы предупреждали, но вот когда он сделал свою ошибку, тогда он приходит и говорит, да, все-таки надо было вас послушать, я говорю, ну, возможно, в следующий раз послушаешь, ну, вот, как бы получил свой опыт, и это важно поощрять. Ну, и, по сути, да, про осознанность и про то, что все равно подростки живут с нами, смотрят на нас, перенимают наши привычки, нашу культуру поведения, наше мышление, да, и чем больше мы занимаемся собой, тем больше они это видят и это перенимают, и тем, я думаю, они будут успешнее в будущем. Спасибо большое, очень увлекательный, интересный рассказ. Ольга Троицына Коуч сегодня говорила о коучинге для подростков, зачем это нужно, что это дает в отношениях. Надеемся на то, что продолжим наш цикл бесед о коучинге и о его возможностях, и до новых встреч, спасибо, до свидания. До свидания, спасибо вам.